ну что всем доброго дня кимахов у нас рестайлинг что там год 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 17 пробег 141 что такое смотрел там ну совсем мало прошла визуально все хорошо все прекрасно все чистенько сухо потому что у свежих сейчас я вам уже показывал неоднократно что постоянно течь охлаждающей жидкости масло и что-то еще проблема следующая вот с комментария со слов клиента со слов клиента очень долго запускается при прогретом двигателе периодически нестабильная работа на холодную сразу чтобы сузить круг поиска надо знать именно особенности этой машины неважно какой вы делаете гранд старых соренто ки сол дизельный то есть учитывая такие вещи имеется ли у нас подкачной насос баки или у нас ручная подкачка то есть опять же на холодную заводится хорошо на горячую крутит стартером долго на холодную нас топливо холодное давление набирает насос быстрее необходимое стартовое давление для запуска набирать ему легче потому что топливо густое на горячую это делать сложнее вот и сразу могу предположить что у нас есть утечка мои предположения это одна из шести топливных форсунок либо это топливная рампа между регулятором и топливной рампой появилась раковина так иногда происходит когда регулятор забивает сеточку и деваться топливу некуда и он начинает рыть раковину между регулятором и топливной рампой то есть сейчас это так поверхностное то есть предположение только подсос воздуха мы исключаем сразу потому что подкачной насос дает у нас от трех с половиной до пяти с половиной бар и если где-то будет здесь натопленные трубочки у нас или где-то датчика воды натопленные фильтры обогрев все что угодно будет где-то маленькая щель то оттуда сразу насос выдавить топливо так как у нас все сухо везде то есть сразу визуально осматриваем топливный фильтр то есть трубочки вот здесь бывает подтекают сразу осмотрим если все сухо то подсос воздуха во время только стоянки мы исключаем что будем делать можем конечно полезть сразу снимать регулятор и смотреть топливную рампу но лучше правильнее будет сделать чаще всего у нас выходит топливная рампа из строя а вот форсунки уже пореже но все же начнем тест обратку будем делать спера три форсунки у нас с правой стороны потом три с левой стороны и потом только лишь потому что если сейчас мы увидим проблему в топливной рампе то есть обговорим эту сумму ремонт всех а потом в итоге выяснится что то есть пропустим в момент упустим что какая-то форсунка тоже сливает а если мы сейчас сделаем тест на обратку и он нам покажет на все шести цилиндров что все хорошо то то есть вариантов больше у нас не будет то есть только топливная рамка насос тнвд кто не спросит из вас такая вещь здесь довольно грамотная такая чугунная стальная там конструкция которая практически неубиваемая поэтому мы ее вообще откидываем в сторону и смотрим болячки то есть то что у нас может выйти из строя вот такая шум и теплоизоляция надо все продуть обратку будь снимать очень непросто потом также надо будет с этой обратки снять колечки уплотнительные то есть резиновые и туда уже будем одевать шланчики во первых пьезо форсунки не нужно их путать с другими у них сброс по обратке очень маленький то есть от 0 до 10 это норма миллиграмм если допустим мы берем те же бошки но обычные там берем дэлфи сименс и то есть ли вы на какой-то другой машине будете проверять другие будут топливные форсунки другой фирмы то узнаете изначально сколько у них то есть минимум сброса и сколько максимум вот прежде чем делать то есть если у вас здесь пьезо то должны знать что сбрасывать даже очень очень мало это первое второе пьезо форсунки они подпираются давлением через обратку при запуске поэтому сняли вот обратку ее нужно пережать если сейчас ее отпустить то отсюда хлынет топлива не из фильтра топлива где у нас давление идет делаем только тест на обратку только на холостом то есть газовать нельзя если дадим газу она сразу заглохнет то есть если на остальных мы можем дать газу то на пьезо нет ну и вот смотрим вот она смотрите сланчики появилась 1 2 и 3 получается то все три форсунки сбрасывают одинаково и немного если форсунка будет скидывать в обратку мы сразу увидим как топлива резко хлынет в одну из холм и начнет наполняться правая сторона в порядке теперь будем переходить на левую сторону снимаем корпус воздушного фильтра патрубок интеркулера и снимаем там защитку пластику тепло и шумоизоляцию то есть надо рестайли ее нету здесь немножко посложнее с проводкой тоже будет вот я допустим начинаю оттуда с правой стороны это как бы быстрее удобней это первое второе получается здесь на этой стороне мы делаем тест обратку и здесь же находится топливная рампа то есть случае чего то есть если там проблемы нет то она проблема здесь на стороне и мы уже как бы здесь и будем работать также напомню принципе не нужно быть большим грамотным специалистом чтобы сделать подобное самый главный момент то есть делать все аккуратно то есть продуть разъемы продуть те же защелки на обратке очень часто я сталкиваюсь когда она сломана это обратка на просто стоит невероятно какие-то больших денег поэтому надо все быть аккуратненько то есть снимать и резиночку уплотнительные то есть я уже в каком-то видео показывал на пьезо форсунки на обратке стоит уплотнительное колечко его перед установкой то есть обратки защелкиваем когда вот мы обязательно смазываем ли тольчиком ну нет ли тольчика можно взять масло с двигателя то есть мазнуть прямо и одеть потому что очень тоже много было случаев когда обрывали вот такой теплоэкран шум и теплоэкран необходимо снять чтобы добраться до форсунки вот под трубочки вот так вот видите то есть необходимо отсоединить почти всю проводку и вот здесь у нас находится топливная рампа и вот сейчас как раз обратка которая нам нужно тут вариант либо мы откручиваем регулятор сразу но есть риск что я если у вас ключ там соскочит или что-то вы можете обломить разъем натопленные форсунки я вам так скажу знаете топливную рампу снять по времени точно так же как и снять регулятор то есть снимается на очень быстро поэтому снимать мы будем сборе так на вторую сторону то есть пришлось отстегнуть проводку убрать сторону подготовить все снять заново подстегнуть проводку но не прикручивать и сейчас проверяем уже левый ряд ну что мы наблюдаем вот топливо здесь и здесь ну здесь чуть чуть больше и также есть воздух в системе ну воздух в системе это сейчас попал через обратку вот он прям мгновение и все да у всех одинаково то есть вот раз два три не нужно выжидать там долго крутить вертеть сразу в принципе все понятно что здесь по обратке с форсунками все в порядке опять же к форсункам по расходу топлива по динамике то есть вопросов никаких нет то есть нету сизовый дыма черного дыма ничего то есть единственная проблема на холодную неровная работа двигатель то есть трясет старайтесь когда делает такие вещи не делать это здесь песке в грязи то есть я сейчас сперва все проду потом промыл здесь уже пробрызгал все очистителем снова еще раз проду не нужно делать хуже потому что если куда то все здесь залетит все это потом вполне возможно что скажется были даже случаи что то есть и по обратке форсунки сливали но не засняли видео по замене потому что клиент не знаю хотя ему визуально показали что проблема есть но он якобы ну да я сделаю потом но было такое ощущение что он не поверил и и уехал ну ладно не поверил не поверил и такое бывает так сейчас отверстие закрою подмоем даже иногда были случаи когда машина долго заводилась потому что давление было выше чем положено стартово то есть мы начинаем крутить давление сразу подскакивает выше стартово то есть 40 45 при таком давлении она не заводится она ждет пока упадет давление до там от 18 до 29 и только потом производит запуск ну даже 30 35 то есть вот так у нас рампа выглядит так регулятор у нас 0 37 это вот его бошевский номер у самой рампы у нас номерочек вот сзади 31 401 3 а 100 и бошевский номер 0 445 216 040 так и смотрим так регулятор ну да да вот грязь и тут не должно быть вот она прям пальцем убирается смотрим посадочный не было ли утечки через регулятор нет все в порядке то есть сейчас в любом случае регулятор моем так ну что у нас подходит финальное сейчас будем тестировать сейчас прогрел машина заводится работает по параметрам все хорошо здесь вот такой момент для владельцев мохава на рестайлинге то есть уже после 14 года имейте ввиду смотрите map датчик вот он стоит раньше он стоял вот здесь и он то есть он стоял до клапана гигр а теперь он стоит после него и его тоже нужно иногда чистить и мыть то есть здесь вот на пробеге 140 то есть я его снял тоже был забит его помыли почистили то есть еще раз стоял до рестайла до гигр то есть гигр закидывает сажу коллектор забивает дачу когда я завел на холодную я вообще испугался я думал что я сломал что-то я не знаю как будто ощущение было что там перчатку забыл где-то оказывается это нормально вот это оказывается неровная работа по утрам это у клиента знаете что происходит двигатель очень сильно я не знаю фыркой чихает в опускной коллектор вот сюда то есть прям чихает фыркает когда пытаешься то есть крутишь заводить схватывает на там 3-4 цилиндра один или два цилиндра не работают и не работают потому что гидрокомпенсаторы вот здесь сейчас стало слышно на правой головке то есть где-то вот в районе не знаю второго цилиндра там подстукивают то есть подстукивают и я спросил он говорит да это бывает редко но бывает ну смотрите как правило это гидрокомпенсаторы но туда мы не полезем и я вообще впервые столкнулся чтобы на мохаве на пробеге 140 ну как-то ерунда какая-то спросил клиента пообщался с ним льет очень хорошее премиум масло каждые семь тысяч меняет его то есть все следит все смотрит но вот такая какая-то гадость не знаю может быть однажды придется туда залезть и снять показать вам как это делается в целом вот эти все профилактические действия которые мы провели то есть датчик регулятор дмрв то есть все помыли все почистили и вот такие даже вроде бы незначительные действия приводят к хорошему результату сейчас я попробую завести ее заводиться она стала хорошо единственный момент если вдруг она заведется заглохнет не пугайтесь у нее оказывается еще есть проблема а проблема по эммобилайзеру она не видит ключ заводит с полоборота глохнет потом ее заводит второй раз он ее видит то есть моменты есть такие сейчас она прогрета уже в 80 градусов обязательно когда только она вот постоит на горячую я заметил только на горячую постояв немного времени теряет связь с ключом а ключ на месте а уже второй третий десятый раз последующий уже даже с присутствующей ошибкой заводится без проблем очень странная конечно вещь ну ладно сейчас мастер прокатится нагреем полностью клиенту покажем что все работает все заводится он у нас здесь присутствует если все его устроить то будем заканчивать все глуши ключ оставляй глуши все на тормоз нажми заглохнет на тормоз нажми заглохнет у них есть такая особенность когда откручиваешь трубки туда стекает топливо туда в эти в колодцы форсунок и там потом так ну вот на горячую когда вы говорите вот сейчас горячая через сколько вы ее заводите она плохо заводится там работает звук ну все тут опиши все раз раз ну все закончили протестировали прокатили все отлично все заводится на горячую сейчас на холодную кстати гидрокомпенсатор в правой головке было слышно вот сейчас после того как прокатились видимо прокачался перестало ну вот в принципе можно сказать в принципе мы ничего не делали не вложили сюда ни копейки и то есть проблемой которой клиент мучился целый год она решена все пока до новых встреч и все и все все и все Продолжение следует...